Яркий лак, голые ноги, мини и другие табу в образе монарших особ. Жизнь женщины с британской королевской семьи полна правил. Даже одеваться и краситься им приходится с оглядкой на протокол. Но, возможно, именно это и делает их образы безупречными. А что вы думаете по поводу следующих четырех стильных канонов, которые стали аксиомами для леди и самого высшего общества? 1. Сдержанный макияж. Женщина голубых кровей должна выглядеть естественно. Только неброский мейкап, нюдовая или бледно-розовая помада, минимум теней и румян, немного туши. Допускается тонкая подводка на веках или светлой смоки, айс. У королевской особы обязательно должен быть ровный тон лица. Однако важно, чтобы окружающие не заметили, что это – заслуга визажистов. Достичь такого эффекта можно с помощью легкого тонального флуида. А вот тяжелые текстуры, тональный крем или пудра, запрещены. Они будут выделять и могут подчеркнуть несовершенство кожи, что недопустимо. Иногда женщины из королевской семьи позволяют себе «вольности». Например, по праздникам румянец герцогини Кембриджской Кэтрин, в девичестве Кэтрин Элизабет Миддлтон, чуть ярче, чем обычно. А иногда на глазах появляются короткие синие стрелки, так когда-то красилась и принцесса Уэльская Диана. Интересно, что отступать от мейкап протокола позволяет себе и сама королева. В 1952 году Елизавета заказала у косметического бренда Клоринос, который снабжает косметикой королевскую семью, помаду особого красного оттенка. Он получил название «Ройл Уаррант». С алой помадой Елизавета впервые появилась на церемонии коронации. Позже тоже часто «выгуливала» любимый оттенок. Но что позволительно королеве, не позволительно остальным дамам королевской семьи. Светские мероприятия длятся часами, а королевской особе нужно выглядеть идеально. Причем в любую погоду. Поправлять мейкап нельзя, делать это на публике – моветон. Поэтому титулованные барышни пользуются исключительно стойкой косметикой. 2. Аккуратный маникюр. Ухоженные руки – обязательное правило для женщин королевского двора. Однако есть масса запретов. Длинные ногти – табу, лаки ярких цветов тоже. Главное требование к маникюру – то, что и к макияжу – естественность. Аккуратно оформленные ногти, лак, который не бросается в глаза – вот, что выбирают дамы голубых кровей. Любой дизайн, даже френч, запрещен. Яркие лаки считаются признаком дурного вкуса. Может показаться, что выбор совершенно не предусмотрен, однако это не так. Нежно, розовый лак может быть разных оттенков. При желании ногти покрывают прозрачным блеском. Ее величество вот уже больше 28 лет выбирает лак Эсси в оттенке баллет слепперес. Поговаривают, что королева запаслась любимым лаком на много лет вперед. Кейт Миддлтон отдает предпочтение похожему тону от Эсси. Меган Маркель, герцогиня сосекская, пока не определилась с любимчиком, но он протокола не отступает. Нюдовый маникюр королевские особы выбирают неспросто. Он смотрится естественно. Большой плюс – универсальность. Нюд подходит для любого случая, любого возраста, любого наряда. 3. Идеальная укладка. Все женщины из британской семьи обязаны появляться на публике с аккуратной укладкой. Причем приветствуется простота, именно в ней кроется элегантность. Укладка должна быть идеальной, как бы сильно не дул ветер, прическа все равно остается волосок к волоску. Эталон в этом вопросе – сама Елизавета и Кейт Миддлон. Все до одного волоски на их головах лежат так, как задумал парикмахер. Всегда. А вот Меган Маркель пока еще допускает оплошности, появляясь на публике с пучком, из-под которого небрежно выбиваются пряди. На дневные мероприятия монарши особо часто выбирают укладки с легкими завитками на концах. Такие прически выглядят максимально естественно. Они добавляют образу нежность и женственность. На вечер и на торжество дамы, как правило, собирают волосы ниже затылка. Можно выбрать низкий хвост или аккуратный пучок, простой или разбавленный плетением из кос. Раньше дамам из королевской семьи нельзя было появляться на публике без головного убора. Сейчас шляпы – обязательный атрибут исключительно официальных дневных мероприятий. В 18 часов их меняют на тиары. Но только замужние дамы. Так велит королевский дресс-код. 4. Элегантные наряды. Женщина из королевской семьи – воплощение элегантности. Такое правило. Монаршам особом запрещено носить откровенные наряды, поэтому декольте – табу. Мини тоже под запретом. Привыкнуть к этому правилу наверняка было нелегко Меган Маркель. До титула герцогиня актриса любила выставлять на всеобщее обозрение свои стройные ножки. Теперь же Меган, как и прочие леди из королевской семьи, не может позволить себе такой роскоши. Не обязательно ходить в миди, разрешены юбки чуть выше колена, буквально на 2 см королевским особам нельзя выходить в люди в спортивных костюмах и джинсах. Деним иногда допускается, но только для загородного отдыха. Естественно, по блажку получили исключительно строгие джинсы, никаких рваных коленок, аппликаций и прочих декоративных элементов. Приветствуется, когда наряды всей семьи выдержаны в одной цветовой гамме. Этим приемом часто пользуется Кейт Миддлтон, подбирает образы под костюм супруга и одежду детей. Важно, чтобы вместе титулованные чета и наследники выглядели гармонично. Женщины голубых кровей – иконы стиля. Для поддержки этого статуса трудится штат дизайнеров и консультантов. Дамы с титулом всегда, даже в жару, должны носить прозрачные колготки или чулки. Часто они настолько тонкие, что невооруженным взглядом их и не заметишь. Нет ни одной фото королевы, где бы она демонстрировала «голые» ноги. Кейт тоже строго следит за этим. А вот Меган один раз прокололась и появилась на фотосессии по случаю помолвки с Гарри без колготок. Видимо, промах случился из-за неопытности будущей герцогини. Чтобы ветер случайно не поднял подол платья и юбки, швы одежды особ королевской семьи специально утяжеляют. Это позволяет избежать конфузов, которых так ждут папарацци. Автор – Виктория Панова. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться публикацией в соцсетях. Нам будет приятно.